Всем привет у микрофона Веля и со мной сегодня прекрасный гость, представьте пожалуйста Всем замурчательного настроения коты и котята, с вами ведро котят Итак, ребяточки, ну вы знаете про ведро котят, вы наверное знаете про ситуацию, если вы не знаете про ситуацию, то вот вам вставочка У ведро котят популярного ютубера по стендов 2 украли аккаунт На этом аккаунте был Kerambit Gold, AVM Sport V2, USP Genesis, Treasure Hunter Star Trek, много ножей и скинов Речь о том, как я доверился одному своему хорошему ютуберу, броненосцу Он попросил мой аккаунт для того, чтобы записать какой-то ролик Далее по приезду я вижу новый ролик на канале у броненосца, обзор инвентаря ведра котят В итоге я захожу и мне кидается сразу же первая фраза Я этот аккаунт у него нашел, я на него зашел и скорее всего я ему уже его не отдам, потому что мне он очень понравился После того, как я услышал эту фразу, я сразу попытался войти на свой аккаунт Пароль мой уже не подходил на тот момент к моему аккаунту Это твоя плата за мои советы За какие советы? Я тебе его как другу доверял Ты мог в любой момент заходить, а не воровать его, пока мне нет Сегодня мы поговорим про конфликт бедро котят и броненосца Надоели стандартные скины в стенд оф 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru Открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа И выигрывай лучшие скины от 10 рублей Гарантированная доставка, удобные способы пополнения И безусловно прозрачный дроп Открывай с удовольствием на steadydrop.ru В общем, я слежу за твоим каналом Я слежу за твоими роликами Очень прикольно, очень годно Мне очень никнейм нравится Твой вообще просто 10 из 10 Но, вот, когда я увидел тот видос на твоем канале Тот роковой видос Я такой думаю, ну Это нельзя оставлять, как бы, без внимания Вообще никак нельзя оставлять без внимания В общем, сначала расскажи про себя Про канал Как ты вообще начал заниматься ютубом? Такие, знаешь, лайтовые вопросы Собственно, ютубом я, честно говоря, начал заниматься вообще случайно То есть, я записал открытие 60 кейсов донатных До этого это сделал мой друг Моулин Он раньше тоже ютубером был Сейчас продал канал Но аудитория у меня там была в районе 3000 человек Но на тот момент это было нереально круто И у него был рекорд, это 50 кейсов Я же открыл 60 Думаю, типа, ну все, теперь я рекордсмен Попытался залить его ВКонтакте Чтобы показать чисто друзьям ВКонтакте сказал, типа, нет, дружище, не получится Явно не сюда Думаю, ну ладно, залью на ютуб Залил на ютуб И тут я вижу, что через буквально день-два У меня там больше 100 просмотров И я понимаю, что у меня нету столько друзей Чтобы они посмотрели это все Там и комментарии, типа, реакция, не реакция крутая Давай еще, еще, еще И вот после этого кто-то смотивировал меня Дальше заниматься этим, что ли Это очень и очень круто, когда, типа, ты только вот выпускаешь видос И он такой бум, и сразу просмотрим Ладно, давай сейчас поговорим про твой, наверное, уже бывший аккаунт Вот Значит, здесь будут всякие различные скриншоты твоего аккаунта В общем, первое, что я хотел спросить Как ты попал вот в такой красивый ID? Один, нули и шестерка на конце Сказать честно? Давай честно У меня вообще мой оригинальный ID это 10, 100, 10, 286 Потом как-то в моменте я увидел свою подругу, которая играла в МСО У нее там был аккаунт с красивым ID Потому что пацанчик нормальный ID-шники ловил Потом забивал на игры все аккаунты ей отдавал И тут же у нее ID 1, 6, 0 и 6 Я ей говорю то, что Алин, говорю, вот все что угодно, но только вот ID мне Она, ну а что ты с ним сделаешь? Я тебе аккаунт, типа, отдать не смогу Чтобы ты его взял и забрал себе Там у меня мои игры Я говорю, нет, ну по-любому-то надо вот Как-то сделать так, чтобы он моим был Ты же все равно не играешь В итоге нет Я попросил Эльдара, чтобы он перекинул ее ID мне Он говорит, ну скриншот скинь с того аккаунта, чтобы я поменял ID А Эльдар это кто? Это главный разработчик Ого, главный разработчик перекинул тебе, получается, ID с другого аккаунта на твой аккаунт? Да Крутецкий, слушай, вот это офигенная история Ладненько, хорошо Вот еще такой интересный вопрос Вот, Серен, увидел твой видос вчера, спать не мог 10кд! Ну как? Вот честное слово, ты киберспортсмен? Нет Хотя в КСК сегодня Бигстара апнул А как? Собственно, рассказывай, рассказывай, все, рассказывай, все свои секреты Это, единственный мой секрет это в том, что я не бегу рашить в открытую Я не кемперю, то есть я стою на своей позиции То есть если я играю на хайграунде, я стараюсь оставаться на этом же хайграунде То есть я не пытаюсь запушить кого-то, особенно в соло Я бегаю в основном за своей командой Понятненько, понятненько В общем, про аккаунт, про ID понятно, про KD понятно Слушай, сколько ты бабок вложил в игру У тебя, как я понимаю, все Nemless коллекция Вся Nemless коллекция Также там Treasure Hunter, Star Trek И там ножи, видел, там вообще он жирнющий Сколько ты туда бабок вложил? У меня все ножи, почти 40 тысяч рублей Почти 40 тысяч Ооо, дорогой, нормально, нормально Слушай, прям хорошо Ну и давайте перейдем с позитивного такого разговора На ту самую ситуацию, которая произошла у ведро котят с броненосцем Собственно, мы здесь собрались из-за этого Итак, ну можешь вкратце рассказать, собственно, как это все было Просто вкратце, потому что я уверен, что люди видели твой видос Да, я уезжал, получается, к своим родителям Ну и перед отъездом я сидел в Дискорде, катали катку То есть там был я, несколько моих друзей, которые играют в КС-ку И, собственно, броненосец И броненосец мне говорит, типа, сможешь мне аккаунт там буквально на несколько минут дать Мне там ролик нужно записать Броненосец твой друг, получается? Да, я его знал задолго до выхода МСО А сколько вы знакомы? МСО, говорю, станка Года, наверное, три уже точно Три года? Минимумно три года, да Да, то есть ты уехал, получается, отдал броненосцу аккаунт Потому что ты ему доверяешь, я так понимаю Да, то есть там, типа, три года дружбы Там, блаба-бла Вы там, типа, не только по стендову были Там, возможно, по различным другим играм И ты такой, типа, да, набери аккаунт Типа, я же тебе доверяю Ты же, типа, мой друг, мы три года знакомы В общем, ты передал аккаунт, уехал Дальше что было? Дальше у меня не было интернета То есть там мой оператор фактически в ноль ловил Я не мог ни друзьям, никому поотвечать В итоге по приезду мне приходит оповещение с ютуба То, что вот, там, вышло два дня назад видео у броненосца Я же думаю, ну, надо посмотреть там, тем более, обзор моего аккаунта Захожу на этот видос И вижу, слышу точнее фразу То, что вряд ли я ему его верну Забавная шутка, но надо все-таки проверить Я видел, да, я видел Ой, это так глупо звучало, типа Типа, я нашел аккаунт ведро котят И он мне так понравился, что я его не верну Типа, знаешь, нашел, он сказал Типа, как будто он валялся Типа, да, подобрал И он такой, типа, он мне очень сильно понравился Ладно, как, вот твоя первая реакция Давай, вот, ты увидел этот видос Хоп, нифига себе, твоя первая реакция Ну, сперва, как бы, я не расстроился Ничего, потому что я думал, что это, ну, какая-то тупая шутка Типа, он сейчас ахаха Поржал, типа, доверил мне, я вот украл Ну, ладно, шучу, вот тебе пароль Я попытался восстановить пароль И ни номер, ничего не подходило Просто почему у меня не было даже двухэтапной аутентификации? Потому что, по сути, этот аккаунт не мой Там есть аккаунт от Modern Strike Online, который я продал в свое время До того, как я начал прям упорно в станке сидеть И, получается, я на этот же аккаунт завел себе стендов То есть там уже прокачался И после этого человек пишет, типа, давай я куплю, ты все равно не играешь Я говорю, ну, давай, но с тем учетом, что, как бы, пароли мы знаем оба друг с другом И двухэтапку было принято убрать, чтобы, то есть, каждый мог заходить в любое время То есть у вас был один общий Google Play аккаунт, по-моему, так называется Да, вот с этим человеком И как раз-таки он мне тоже написал, типа, какой новый пароль Я думаю, в смысле Слушай, броненосец поставил тебя и еще твоего друга, собственно С которым, типа, вы на одном Google Офигеть, вот это подстава Так, ладно, то есть ты вбивал пароль, пароль не заходит Что в твоем голове, вот, самая первая мысль Что вот у тебя, может быть, какой-то там холодок пробежал Что, типа, господи, такой аккаунт, и я его потерял Или что у тебя было? Я вообще, в принципе, люто прям охренел Прям вот очень сильно То есть я сперва, как бы, даже не поверил Потом номер не подошел Я думаю, нет, надо писать Диме Пишу Диме, типа, я тебе там давал, а что с ним? Ну, типа, он у меня Пароль можно новый? Он нет, типа, нужнее Ты все равно не играешь Ну, как бы, да, я больше в КС-ку играю Но в стендов я тоже нет-нет захожу То есть пока нету матчмейкинга Я вот в КС-ке развлекаюсь Ты, говорит, все равно же не играешь И тут, как бы, я понимаю, что это уже немножечко не шутки Попахивает что-то Попросил, да, и меня послали Понятненько Слушай, это Ребята, зрители, это тот аккаунт, где Керамбит Голд Керамбит Голд, мать его Это, блин, реально Ну, типа, прямо прокинул тебя на бабки Тем более не на маленькие бабки И что самое главное Ладно бы, это был бы какой-нибудь, там, типа, друг Который, там, вы, там, были знакомы, там, неделю Либо, там, просто, там, друг ютубера Который такой, оу, там, вы, там, вместе, может быть, что-то снимаете Но вы, там, три года, три года Так что, по сути, меня и привел в ютуб Там, типа, он, публичная личность То есть он о последствиях не думал И получается, такой, а, все, аккаунт теперь мой Все, буду бегать с красивым айди А, так он же, типа, его на продажу пытается выставить Еще лучше Ну, я написал Эльдару сейчас Чтобы Эльдар хотя бы временный бан на него кинул на аккаунт Либо помог перенести данные на другой аккаунт То есть полностью весь аккаунт перенести То есть ты общаешься с разработчиками Чтобы этот, как-то, этот конфликт, да, решить Интересно, интересно Собственно, ну, блин, ты увидел А, ты еще не видел ответку, да, от... Нет Ладно, я проспойлерю тебе Вот Ответка была такая, что, мол, типа... Да у него канал полностью в дизлайках У него просто ужасная статистика Уже, наверное, месяц, наверное, я вот смотрел по Social Blade'у Вот, и он там, типа, такой... Типа, блин, ведро котят Ты навел на меня твоих, типа, зрителей Они мне там что-то там желают плохого И, блин, давай, типа, один на один на кулаках выйдем Чувак, это прямая угроза Явно, что, типа, сколько ему лет, броненосцу? 18 Ну, типа, блин, типа... 18-летний, типа, пацан такой Я сейчас, типа, один на один выйду с тобой Это далеко не угроза Но, блин, в медиасфере, знаешь, в медиасфере это уже как, типа, как угроза-угроза Конечно, я уверен, что он не будет, там, типа, выезжать, там, что-то кого-то разбираться Вот Какие твои дальнейшие действия? Давай так В принципе, хотелось бы посмотреть вообще, если я ему запишу ответку Я посмотрю его ответку, запишу ему ответку на его ответку Как бы банально не звучало это И, в принципе, я буду очень сильно удивлен, если он действительно приедет ко мне Потому что это действительно тот человек, который знает мой адрес Типа, там, он говорил, там, подъезд Точно какой-то прям конкретный адрес, даже телефон говорил Да, он знает, что телефон, я ему по телефону неоднократно звонил Когда Мстители выходили, чтобы он спойлеров не увидел Он удалил свой ВК и не заходил туда Блин, а не замечал ли ты за броненосцем, ну, типа, знаешь, вот такое вот гнильцо еще раньше? Нет, никогда, честно скажу, никогда Он всегда, наоборот, старался всем помочь То есть, если на Ютубе какие-то вопросы возникали у меня Я знал, что я могу написать крупным ютуберам, у которых намного больше там аудитории, чем у меня Но я все равно спрашивал у Димы, типа, вот как мне вот это сделать? Как вот то сделать? Он всегда уделял время, помогал, заходил, объяснял, что к чему, как И потом хоба и нож в спину с аккаунтом Боже мой, 40 тысяч рублей просто считай на ветер Спасибо тебе огромное за интервью Спасибо за такое общение Очень приятно, очень приятно Ну, а ребятшам, обязательно лайк, подписка с колокольчиком, комментарий С вами был Веля, ведро котят Ссылочка в описании Всем удачи и всем пока Пока